Я родом из древнего рода звездных монстров. Папа говорит, что мы не даем ни на секунду ему расслабиться. Всем привет, мои дорогие друзья! В этом видео я представляю новую девчонку школы Монстр Хай. Девчонку не от мира сего, в прямом смысле этого слова. Ведь она прилетела к нам откуда, как вы думаете? Но не вздумайте спрашивать ее, с какой планеты. Ее это ужасно раздражает. Ведь она не с планеты, а с кометы. Да, вот такая новая инопланетянка в школе Монстр Хай, которую зовут Астронова. Прежде чем мы с ней поближе познакомимся, я покажу вам, в какой коробочке она прилетела к нам. В прямом смысле этого слова. Коробочка просто огромная. Как вы видите, она и широкая, и длинная. И по весу она не маленькая. Выполнена в интересных тонах. Большую часть коробки покрывает ночное небо, где видны звезды. А ниже ночной буйорк. Очень красиво. Спереди изображение Астронова с ее станцией. Эта коробочка не имеет грани. Но с левой стороны она витринная. Выполнена из пластика, через которую на нас смотрит куколка. Куколка прикреплена к заднику, на котором изображен небоскреб. На переднюю панель вынесена только Астронова. Все остальные аксессуары спрятаны внутри. Мы привыкли видеть, что коробочки серии Буйорк Буйорк имеют грань в виде небоскреба. Но в данном случае здесь он просто изображен. И выбитыми буковками золотыми написано Буйорк Буйорк. Монструозный мюзикл. Также на этом небоскребе есть герб и надпись школы Монстр Хай. Ну и то, что он сопровождается саундтреками. Возле изображения куколки со станцией есть несколько надписей. Первое, что она действительно парит в воздухе. И сверкает в зависимости от вашей музыки. Это мы узнаем дальше на видео. Ниже парящая станция. Астронова, дочь пришельцев с кометы. Вверху на звездном темном небе надпись Монстр Хай с черепком. На левой грани на небоскребе надпись Монстр Хай. На правой на небоскребе герб школы. Ну, внизу информация о том, откуда эта куколка, кем произведена. Кстати, произведена в Китае. Ну и наконец-то давайте посмотрим на заднюю часть коробочки, которая не менее интересна. Вверху есть надпись Монстр Хай и небольшая информация. Город охвачен космической лихорадкой. Волшебная комета возвращается спустя 1300 лет космических скитаний, принеся с собой внезапный сюрприз. Также рядом надпись Буйорк, Буйорк. На фоне ночного Буйорка изображение астроновы. Поменьше и побольше. Ручка, поднесенная к станции и надпись. Свет пульсирует в ритме с вашей музыкой. Магнетическая левитация поможет ей парить в воздухе. Ниже есть кусочек из ее биографии, но немножко позже я вам расскажу о ней. Также здесь написано, что полную биографию можно прочитать в дневничке, который находится внутри коробочки. Ну а под ее биографией описание серии о том, что Клео пригласила всех своих подруг отпраздновать в Буйорке и посетить невероятную выставку. Но празднование находится под угрозой. Ведь Нефера решила испортить праздник и навредить Кэти. И использовать силу кристальной кометы во вред Кэти. Наши подружки-монстры решают ей помочь и разгадать все тайны кометы. Я думаю, им это удастся. Ну что же, поскольку коробочка вот такая огромная, в этот раз ее открывать буду я. Музыка. 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 Астронова- космическая путешественница. И вся галактика ее родной дом. Поэтому и на Земле она чувствует себя комфортно. Она отлично проводит время на Земле, привыкая к новой обстановке и знакомясь с нежизнью земных монстров. Убийственный стиль астроновы – это гламурный рок. Она просто обожает все блестящее и мерцающее. По ее же собственным словам, астронова мечтать самым ярким объектом во Вселенной – полной звезд. Любимое занятие астроновы – это пение. Ведь музыка – это язык, который доступен всем и везде, как на Земле, так и в космосе. И трудности перевода его просто не касаются. Любимая еда астроновы – это спагетти и лунные фрикадельки, но по рецепту ее бабушки. У астроновы нет домашнего питомца, и на то есть серьезные причины. К сожалению, пока что неизвестно ни одно животное, которое могло бы впадать в столь длительную спячку, как время статистического равновесия астроновы. Поэтому при таких обстоятельствах заводить животное было бы просто несправедливо. Стазис – это когда астронова засыпает полностью, останавливая все физические процессы в своем теле. Это состояние очень похоже на анабиоз в фантастических фильмах и мультиках. Это когда героя помещают в такую криогенную камеру, и он засыпает на множество лет. При этом его все физические процессы останавливаются. Он не думает, не дышит, ничего. Но не стареет и не умирает. У нее есть небольшой причудливый недостаток. На протяжении многих лет, как она путешествует по галактике, астронова плохо ориентируется в школе Монстер Хай. Удивительно. То, что она пытается сказать, теряет истинный смысл из-за перевода с одного языка на другой. И она чувствует, как будто разговоры вращаются как по орбите туда и сюда. И ее это, конечно же, раздражает. Любимый предмет в школе Монстер Хай – это астрономия. Она очень любит смотреть на звезды. И это помогает ей чувствовать себя как дома, в ее родной атмосфере. Нелюбимый предмет – это уроки вождения. Когда на протяжении тысячелетий ты или умеешь летать на разных летательных аппаратах, любой другой транспорт, на котором ездят по Земле, становится скучным и непонятным. Любимый цвет астронова – блестящий. Это ведь цвет, правильно? Среди лучших подруг астронова Монстер Хай появились три новых девочки. Это Эль или Элли, Луна и Моуседес. Ну, а теперь давайте перейдем к самой куколке. Сейчас она у меня находится на подставке Буйорк-Буйорк. Я взяла от Клео. Но подставка в этот комплект не входит. Она, в принципе, ей и не нужна. Ведь можно сделать вот так. И куколка не будет нуждаться в подставке. Но для того, чтобы мне ее вам показать, мне будет удобнее сделать это на подставке. Куколка выполнена на детском теле, ведь ей 15 цветовых лет. Недаром здесь сидит у меня Хоулин, чтобы вы могли посмотреть, что действительно рост куколки, вот как, например, у Хоулин. Но это не все, что касается ее тела. Ее кожа сине-фиолетового цвета. Выполнена в виде граней кристалла. Как будто сама девочка вырезана из кристалла. Вы можете обратить внимание, что на пузике у нее нет пупка, нет тиснения трусика. Очень интересный у нее торс. Также интересны у нее пальчики. Их всего четыре, и они длиннее, нежели у обычных кукол Монстер Хай. Что касается пальчиков на ножке, они не выбиты, как будто пальчиков нет, кроме мизинчика. Голова выполнена из фиолетовой резины с вкраплением блесточек синих, белых и голубых. Голова имеет очень интересную форму. Она действительно напоминает нам пришельца. Сзади на затылке есть выступ, напоминающий нам об этом. У нее очень милое круглое личико, с прямым носиком, маленькими пухлыми губками, окрашенную в нежно-сиреневую с перламутром помаду и острый подбородочек. Глаза просто огромные и завораживающие. Ведь вместо черных зрачков у нее темно-синие, внутри которых есть звезды. Радушка глаза нежно-фиолетового. Окрашена окантовкой серым цветом. Реснички присутствуют только на верхнем веке и на подвижном веке присутствуют серые тени. А полностью вокруг глаза есть голубые тени, в уголках имитирующие хвост кометы. На лице вокруг глазиков усыпано все звездами. Также у нее есть милые серые бровки. Что касается ее головы, голова, во-первых, очень тяжелая, потому что здесь находится магнит под шлемом. Шлем нежно-голубого цвета украшен в центре драгоценным камнем. Шлем удлинен, как будто хвостиками кометы. Имеет рельефы ромбиков и какой-то сетки. С-под этого шлема как будто растут у нее волосы. Но волос не очень много. Как вы видите, они прошиты только на затылке. Шлем не снимается, поэтому я не могу сказать, насколько глубоко они прошиты на макушке. Прошиты ли они там вообще? Но прошивка самих волос вроде бы неплохая. Но вы сами понимаете, если их мало, то их мало. Но качество волос мне очень понравилось. Они мягкие, шелковистые. В большей степени присутствуют темно-синие пряди. Внутри присутствуют нежно-сиреневые. А в круговую обшиты серебристым юрексом. В ушах этой девчонки интересны серебристые наушники серебристого цвета с кристаллами. А от правого наушника тянется микрофон. Одета эта девочка вроде бы и простенькая, но мне очень понравилась ткань платья и принт на ней. Платье очень миленькое, коротенькое. Из блестящей светло-голубой ткани. Оно покрыто геометрическими переливающимися узорами. На этой ткани также есть принт в виде звезд и созвездий сиреневого цвета. Платье асимметрично. Сзади длиннее, спереди короче. Прошито белой нитью. Платье расстегивается сзади на липучку. Сзади мы также можем увидеть шлейф, который пришит к самому платью. Шлейф не особо длинный. Он не будет тянуться по земле. Выполнен из двух таких, можно сказать, хвостиков нежно-голубого и нежно-сиреневого цвета из полупрозрачной ткани. Вырезано, как будто это хвост кометы. Один короче, другой длиннее. Дополняет наряд очень интересный пояс, переходящий плавно в украшение на груди. Выполнен из сиреневой резины с рельефами кристаллов. А по центру выбита звезда. На руках одеты широкие браслеты с рельефами кристаллов, которые тянутся аж до пальчиков. Но мне кажется, что как будто это падающая звезда. Можно было бы подумать, что падающая комета. Но на запястье четко видно, что это звездочка. А будто наши красоткам интересные туфли. С очень мягкой резиной, поэтому пока что я не снимаю с них резинку. Я все-таки люблю, когда обувь из более плотного материала. Сиреневые туфли, которые выполнены как будто из множества кристаллов, которые тянутся аж до колена. Каблок выполнен как будто из антенны. Ну а теперь перейдем к самой станции, которая тоже очень интересная конструкция. И мне нравится, что она не очень много занимает места. Станция – это комета, которая пролетает над городом. Внизу платформа белого цвета с рельефами, имитирующая клубы дыма. В эту платформу вставляются черные небоскребы Буйорка, сиреневая гитара Астрономы. Самый большой небоскреб украшен серым шпилем с крылышками, внутри которых паутина. Кнопка включения находится сбоку кометы. Теперь немножечко ближе покажу вам гитару, которая понадобится вам для того, чтобы ваша астронома парила. Выполнена она из сиреневой пластмассы в виде кристаллов. Внутри есть пустота. Просто обычная пластмасска. Итак, я думаю, вы готовы посмотреть, как же работает эта станция. Для начала включаем нашу комету. Как вы видите, она загорелась. Берем гитару и подносим к комете плоской стороной. Не там, где у нас кристаллы выбиты, а плоской. Отпускаем астроному и вынимаем гитару. Я думаю, вам не слышен, но есть здесь небольшой звук, который напоминает что-то космическое. Астроному можете даже покрутить. И она реально парит в воздухе. Это все магнитная левитация. Ну и последний секрет. Для того, чтобы вы дома могли устроить свою дискотеку светомузыку, чтобы астронома реально у вас была музыкальным монстром, вы можете включить музыку, неважно на чем, и поднести к комете. Ну а теперь несколько секретов, которые я узнала от своей дочери. Первое. Я не знаю, получится ли это с моей рукой, но это очень легко получается с ее маленькой ручкой. Она преподнесла просто руку и поднесла куколку. Но рука у меня толще, поэтому у меня не получается такое. С маленькой детской ручкой это очень здорово получается. То есть, если вы случайно где-то потеряли гитару, вы можете воспользоваться чем угодно. Возможно, вы совсем маленький ребенок, то, возможно, ваша рука как раз и подойдет. Еще один момент. Мигание кометы зависит от вибрации звука. Вот я сейчас говорю, и она тоже мигает. Не обязательно включать музыку, можно и петь. Пою я не очень, поэтому делать этого сейчас не буду. Но если у вас отличный голос, вы можете петь, и станция также будет мигать. Ну и еще один секрет, который я узнала из инструкции, что астронова левитирует до 5 минут. Потом левитация прекращается. Посмотрим? Ну а теперь, что касается дневничка. Обложка дневничка выполнена нежно-серым цветом, практически белым. На переднем плане изображение прозрачного сиреневого черепка Школы Монстер Хай, надпись Астронова и предупреждение. Ты можешь попытаться открыть мой дневник, но языковой барьер не даст тебе прочесть его. Под прозрачным черепком мы можем рассмотреть небоскребы. Также здесь есть герб и надпись Школы Монстер Хай. На обратной стороне также идут черепки, небоскребы, даже Статуя Свободы, надпись и герб. Теперь обратите внимание на почерк и название месяцов, а также, как интересно, написаны даты. Летоисчисление астронова измеряется инопланетянскими месяцами. Название их – это соединение названия созвездий и месяцов. В этом дневничке рассказывается, как наша астронова взяла у мамы космический корабль для того, чтобы просто прокатиться. Но что-то случилось с двигателем, и она не смогла повернуть обратно. Астронова же решила не впадать в панику и перевела корабль на самоуправление. Проспала один месяц, второй месяц. Но что-то случилось, и она не может понять, почему корабль просто несется в каком-то направлении, непонятно куда, но явно не домой. Но оказывается, что ее несет просто к земле. Тут она очень сильно обрадовалась. Она давно хотела побывать на этой планете, на которой каждые 1300 лет бывают ее родственники. Особенно она хотела увидеть египтян и мумии. Но так получилось, что приземляется она в совершенно другом месте. Какой-то невероятный город, Буйорк, где ее встречают с открытыми объятиями. Она для них просто звезда. Хотя астронова считала, что Кэти настоящая звездочка. Она очень хотела бы быть на нее похожим. Она очень любит музыку, так же, как и Кэти. Но невероятный голос астронова просто завораживающий для нее. Когда она еще летела, какой-то завораживающий звук, а точнее музыка, привлекли ее. И уже в Буйорке она поняла, что это была LED. Но она не очень расстроилась, что попала именно в Буйорк. Ведь там она увидела тех же мумий и других монстров. И она решает поступать в школу Монстр Хай. Считает, что ее родители должны увидеть это место обязательно, когда прилетят за ней. Ну что же, вот такая интересная, забавная игрушка. Причем не только для детей, но и для взрослых. Мне тоже очень нравится, как она летает. Ну что же, вот и подошел мой видеообзор к концу. Это очень замечательная куколка. Мне сама кукла понравилась. Мне понравилась сама технология, сама задумка, сама станция. В общем, плейсет мне очень понравился. Действительно, Мотел нас порадовал. Ну, если вам все-таки она не пришлась по вкусу, вам понравилось что-то другое. Я желаю вам то, что вам нравится, чтобы обязательно у вас появилась в вашей коллекции. Также удачи, хорошее настроение. Хорошо провести конец лета. Ведь у нас остался всего лишь месяц. Даже меньше уже. Побольше гуляйте на свежем воздухе. Почаще улыбайтесь. И до скорого! Почаще улыбайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok